Привет всем хорошим людям. Друзья, ну вот это и случилось. То, что мы с вами давно обсуждали, что российские шахеды залетают на территорию Беларуси и рано или поздно произойдет беда, произошло сегодня ночью. Только теперь появились видеодоказательства, реальное видео удара российского шахеда по территории Беларуси. Если еще вчера пропаганда заняла позицию с пеной у рта, верещала, я вам хочу это все показать, что вы все врете, это придумано в Голливуде, это снимал лично Зеленский со своим 95-м кварталом, то после того, как сегодня ночью появились видео нанесения удара по городу Калинковичи, пропаганду развернула на 180 градусов и она заняла позицию. Это государственная тайна Беларуси. Поэтому, как далеко они зайдут во своем вранье, и эти кадры, которые должны увидеть в первую очередь белорусы, я хочу вам показать, ну и рассказать, как они врут. Поехали. Еще вчера, друзья, мы с вами обсуждали, что без объявления СВО в 4 часа утра на территорию Беларуси залетел шахед. В 4.55 белорусы говорят, у нас был огромный взрыв. Пропаганда в течение дня и весь вечер изливала яд, что вы все врете. Это Зеленский 95-й квартал. Это Голливуд. Засуньте свои сплетни обратно. Кроме Украины, нас никто не может напасть. Там же братушки наши живут. Вы все врете, врете. И при том, знаете, они выпустили на это дело своего самого похабного пропагандиста. Вышел Гриша Озаренок и начал строчить без перерыва вот такие примерно текста. Вы все там, вот вы видите сверху, я не хочу просто это слово читать, чтобы Ютуб не обижался. И дальше пошло. Дегенераты, корчи, дауны, олухи, бараны, кто там, пентюхи, чмошники, шастые фраера. И там, я тут только кусочек, у него список там вниз в его пости очень длинный. И тут он же говорит, что они нам все рассказывают, что в 4 утра над Гомельщиной летали и взрывались беспилотники. Вот, после этого он выходит к себе в эфир. Но первое, что надо сделать, это засунуть в задницу телефон и не писать комментарии по поводу чего ты не знаешь. И у пропагандистов, друзья, вчера градус истерики поднялся на такой заоблачный уровень. Но это просто неописуемо, вы по словам Гриши понимаете. Они белорусам просто говорили, как они их ненавидят и почему вы задаете нам эти вопросы. Вы ничего не слышали, это Голливуд, вы ничего не видели, это 95-й квартал Зеленского. А кто будет открывать рот, тот враг народа. Потому что это все фейки, фейки, фейки. И знаете, я вчера, когда только делал начало всего этого, начало СВО в Белоруссии, назвал этот город Калинковичи селом. Меня белорусы поправили, простите, жители Калинковичи, это городишко 40 тысяч. И вот эта вот хрень, которая летела, она же могла попасть и в больницу, и в роддом. И принесет такое количество беды, что это Украина знает, Белоруссия еще не понимает. Но жители Калинковичи, вы сейчас увидите видео, судя по всему, ощутили это по полной программе. Продолжение следует... И что же после этого видео сделала власть Лукашенко? Она белорусам сказала правду? Нет. Она молчала с утра 3 часа. И потом дружно все пропагандисты репостнули МВД-шный канал, где пришли в дом к человеку, у которого была установлена эта камера, ломали ворота с автоматами, бегали с пистолетами. Никто не откомментировал, написали. За раскрытие и видеосъемку государственной тайны Республики Беларусь. Как можно прятать такие вещи от своего собственного народа? Как можно так ссать? Я не знаю, как это назвать, всем пропагандистам сказать правду. Скажите, да, прилетел Шахет, да, упал он, летел бомбить Украину, но залетел к нам, никто не пострадал, все живы. Вот воронка, вот такой результат. Наш диктатор едет через 4 дня к нему на день рождения, он ему праздник портить не будет, Путину в 72, надеюсь, в 73 уже не будет отмечать. И там задаст ему все неудобные вопросы, мы за белорусов в огонь и в воду, мы сейчас вдоль границ выстоим в 10 раз больше ПВО, ни одна муха не проскочит. Они же делают это специально. А вот для какой провокации, можете написать в комментариях. Я вот смотрю, пока записываю видео, там Лука сегодня много на Украину наговорил, поэтому через пару часов будет продолжение. Не прощу.